По воле Монолита, Стрелок всю прошлую серию бегал по ЧАЭС и собирал то кейсы, то части мутантов. И некоторые из наставников даже заметили Стрелка и сказали, что он будет хорошим бойцом. Теперь же у меня появилось задание посерьёзнее. Надо отправиться в Припять на поиски припасов для нашей общины. Слава Монолиту! Я пошёл на ЧАЭС-1 и оттуда в Припять. Вот только есть проблема, я очень хочу кушать. И чем дальше, тем больше. А это значит, что у меня будут проблемы с выносливостью, ну и всё вытекающее. Где мне найти еду? Ну, так как мы идём в Припять, и нам сказали, что там будет в магазине какая-то еда, и всё в этом духе, то, скорее всего, я там что-нибудь найду. Хотя, с другой стороны, мне кажется, там будет просто ящик лежать. И всё. Ладно, посмотрим. Вот тут у нас переход. Да, как я и думал. Вот ЧАЭС-1. Тут меня встречает большой отряд монолитовцев, и вроде как... А, это монолитовцы? Вот это вот Диак Монолит. Ничего себе, а что ты в плащи-то, дед? А вы чего агритесь? Ванька Вандал Монолит. Приветствую, ты Диак? Да, это я. Брат, я спешу. У меня срочное поручение от Харона. Кстати, а что это у тебя рожа какая-то бандитская? Ты что, из бывших? Рожа обычная, её не выбирают. Да, был бандитом. В одной стычке в Припяти с отрядом монолита был ранен. Меня Соломон нашёл. Но добивать не стал. А подлечил. Потом просветил и направил на путь истины. Так что я у него в долгу. Теперь я верой и правдой служу монолиту. Ну всё, хватит философии. У нас здесь неспокойно. Выручай, брат. Я лично перед Хароном за этот участок отвечаю. Он мне голову оторвёт за то, что вояки на моей территории. Есть ствол у меня один. ПП Бизон со съёмной оптикой. Если поможешь, он твой. Ладно, дело, говоришь. Помогу. Только у меня к тебе ещё один вопрос есть. Но вначале дело сделаем. Выдвигаемся. Помочь Диаку уничтожить отряд военных. Это будет весело. У меня есть автомат Калашникова. Вал. Я, наверное, пока с Калаша обстреляю всё-таки. Ну а там посмотрим. Может быть, с трупа сниму что поесть. Вижу какой-то артефакт. Наверное, стоило бы его взять себе. Это душа, ни много ни мало, представляешь? Очень хороший арт. Получается, что мы с тобой вдвоём, что ли, идём к военным? А все остальные чего? Все остальные остаются там. Вот это да. Опа, готово. Я надеюсь, ты не умрёшь, бандит. Так, я пробую поближе подойти. Я очень близко. Один готов. Оп-оп-оп-оп-оп. Тихо. Второй вроде как готов. Диак, ты живой? Вроде живой. Ничего себе, они с валами и с аптечками, со всеми делами. Ребят, еда есть? Еды нет. Зато есть хром-бандитский склад. У военного. Так, и где остальные? Тут наше получается. Ого. Так, ещё одного замочили. Ого. У этого уже был скат, но скат такой, по-моему, себе. В кого стреляете, ребят? А, кто-то там стреляет в меня. И они меня защищают. У меня очень много радиации, мне бы антирад по-хорошему завязать. И вроде он у меня даже есть. Используем. Не понял, Диак умер или вернулся? Просто он тут отмечается. Он что, реально вернулся? О, поговорить с Диаком. Так, он тут что ли, это кто такой? А, это Харон. А что, Диак не отмечается? Стой, 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 Диак, а можно тут с тобой поговорить? Нет, нельзя, ладно. Ну иду, я так и не нашёл, кстати говоря. Что делать с этой бронёй, я теперь даже не знаю. Разобрать её нельзя, обменять. Что-то тоже как-то не получается. Вы сами видели, я пробовал. Кстати, более новый вал нашёл я. Ну как ты, Диак? Вот суки. Много наших против положили. Да я-то цел, слава Монолиту. Хотя меня, кажется, маленько зацепило. Ладно, спешу я. Погодь, вот как я обещал, держи ствол. Немного патронов к нему и съёмную оптику. Да приводит с тобой сила и дух Монолита. Диак, я тут выполняю одно задание Соломона, и только ты можешь мне помочь. Говори, в чём суть вопроса, чем смогу, помогу. Ты меня здорово выручил, да и перед Соломоном я в долгу. Соломон попросил меня кое-что ему принести. А именно, консервы из Припяти и ещё контейнер с медикаментами, который говорит, где ты на территории ЧАЭС Махон спрятал. И вроде ты знаешь, где именно, и можешь подсказать. Соломон тебе доверяет. Вот оно что. Ну, точного места я тебе не скажу. Потому как сам не знаю, Махон один втайне прятал тот контейнер. Но я видел краем глаза, в какую сторону он пошёл тогда. Ладно, искать не знам и что, не знам и где, мне не привыкать. Говори примерные ориентиры. Он, в смысле Махон, когда два месяца назад приходил сюда, на ЧАЭС, был очень скритен и немногословен. Попросил меня только выслать патруль в восточную часть ЧАЭС, чтобы зачистить местность от мутантов, если обнаружат. Ребята мои всё сделали, вернулись и отчитались. А потом он один пошёл, попросил его не сопровождать. С собой у него был металлический контейнер с лекарствами, вернулся он потом уже без него. Я видел только, что он вышел через восточные ворота. Ну, вот эти, сзади тебя. Недалеко от них мы сейчас находимся. И дальше обошёл тепловоз и пошёл по направлению к старому тавернику. Вот там ты и поищи. Может, найдёшь его нычку. Всё понял, попробую отыскать контейнер в восточной части ЧАЭС. Вот оно, значит, что. Это, конечно, всё здорово, но ты мне еду не хочешь дать? Вот никто мне не даёт еду. А я тем временем жрать хочу просто нереально. Я просто еду, и у меня уже от этого выносливость скончается. А, так я ещё и на перегрузе жёстком, да? Давай, наверное, что-то выкинем тогда. Получается, что где-то тут, да? Поезд у нас только один, он в этом месте. Так что да, скорее всего, именно там надо искать. Блин, а слушай, сколько будет весить контейнер, да? Начнём с этого. Натей 5 банк консервов. 5 ПДА. Ящик с консервами в Припяти. Гастрономия. Потом на территорию ЧАЭС. Может, реально сначала в Припять пойти? Раз ЧАЭС вторым пунктом, и тем более, ещё раз говорю, там, скорее всего, много будет весить. Забрать в Припяти лекарства для Харона. Ну, не может такого быть, чтобы с контейнеров ни одной консервной банки не упало. Одни патроны падают. И заряды подствольные. Что это такое? Короче, ну, невозможно идти, выносливесь быстро кончается, всё кончается, поэтому, пожалуй, я тут скину что-то, что, как мне кажется, мне пока не нужно. По поводу Бизона я так и не понял, чем он стреляет? 7.62, Бизон, ты чё, прикалываешься? На него можно приделать прицел, на калаш нельзя, к сожалению. Ну, я не знаю, давай, наверное, Бизон тогда ставим или как? А к нему патронов, что ли, много? Дрововик тоже, скорее всего, придётся выкинуть. Я надеюсь, их тут не украдут, но, скорее всего, украдут. Ну, а что делать, ребят? Я просто на перегрузе. Очень надеюсь, что NPC-шники сюда не попрутся за моей кучей добра. Среди стенка прям построилась, прикинь. Я хотя бы разгрузился, теперь 63 килограмма. У меня, учитывая, есть калаш, немного патронов к нему, вал и нормально, более-менее патронов к нему. Ну, и Бизон и 7.62 к нему. Когда это ещё Бизон с 7.62 к нему стрелял, если честно, новость прям какая-то для меня это? У нас есть, конечно, теперь не так шустро кончается, но всё равно из-за голода она быстро кончается, да? Не так быстро, но быстро, ага. Я в Припяти. Стадион Авангард. Мне вообще ребятушки подсказали, что надо собирать кое-какие артефакты, ибо они могут пригодиться. Поэтому я что думаю? Я думаю, что надо собирать. Вон там что-то вижу валяется. А это кто там? Это нейтральные какие-то ребята. Интересно, кто это? Мои для меня должны быть дружественными. А это кто-то нейтральный. Вот это да. Ну, не знаю, может он мне пожрать продаст. Это что такое? Это Медуза, да? Это что? Медуза мне в принципе не нужна. Каменный цветок, кстати. Что он из себя представляет? До этого я его не находил. Ну, довольно-таки слабо. Однако же это всё можно как-то там трансмутировать. Тут же куча рецептов есть, да? Это у нас Медуза опять. Мне вообще нужен колобок. Тут в вагончике ничего. Ещё Медуза. Что-то Медуз слишком много. А вот то, что мне нужно, да? Нет, это колобок, по-моему. Да нет, это ночная звезда. Вот две ночные звезды мне нужно было обязательно. Теперь они у меня имеются. И это здорово. Кто это у нас нейтрал такой? Фельдшер, а ты уже тут? А, ну да. Тут он и должен быть. Что-то я тупанул маленько. Я надеюсь, он мне продаст еду. Здравствуйте. Доброго дня. Приветствую тебя. Меня Харон послал. Что он хочет? Лекарства, как и всегда. Так вот, передай ему, что он ничего не получит. Мы несколько раз давали в долг. Но на этот раз терпение лопнуло. Пусть сначала рассчитается. Ммм, Фельдшер, я не могу без лекарства вернуться. У нас много больных. Хочешь лекарства получить? Ну так плати ты. Как он не поймет, что артефакты и части монстров мне нужны для того, чтобы я мог производить лекарства? Нет артефактов, нет лекарств. Вот оно как. О, какой ты у меня молодец. Все, сейчас заживем, ребята. Покупаю еду прям на все, что можно. И, конечно, я помню, что консервы нам нужны, поэтому буду съедать. О, все шикарно. А ну-ка. О, как медленно вносливость кончается. Он даже почти не кончается. О, какая красота. Просто отлично. Фельдшер, а что нужно? Я попытаюсь раздобыть. Два артефакта ночная звезда. Вот. У меня есть как раз два. По дороге сюда нашел. Вот молодец. Расторопный какой. Смотрю я на тебя и не понимаю, что ты среди фанатиков забыл. Мы не фанатики. Мы верим в истину, в... Хотя уже сам, честно говоря, запутался. Пустой это, парень. Ты и сам не веришь в то, что говоришь. Я от твоих предшественников уже не раз слышал подобные слова. Я привык людям глаза смотреть. Так вот. У всех было до тебя глаза пустые, а твои? Твои горят. Не мое это дело, конечно, но подумай, зачем и для чего вы верите в этот камень? Да, камень непростой. В нем очень много загадочного и непонятного. Но, что ни говори, а только это всего лишь камень. Уважаемый, не советую тебе в моем присутствии произносить такие слова. Ладно, парень, не буду тебя больше задерживать. Просто почаще прислушивайся к своему сердцу. Доверься ему, и оно даст тебе правильный совет. Так доктор учил. Вот оно, значит, что. Понятно, он еще и занимается ремонтом. Броня 94 тысячи, ты представляешь? Давай оружие починим. Неплохо благодарю, но 94 тысячи на экзоскелет. У меня столько нет. На продажу что есть? На продажу нет, но могу предложить обмен. Ты мне части монстров? Только учти, беру части оптом по 10 штук. За них аптечки и патроны дам. Хорошо, найду, принесу. О, это серьезно что ли? Я буквально только продал там кучу частей лап вот этих. Ну ладно, не страшно. Лекарство 8 килограмм весит. Далее нам в гастрономе тут же надо тоже поискать какой-то ящик. Правильно же? Правильно. Купил недостающие банки консерв, теперь у меня их 5. Мне их нужно отдать тому самому человеку. Хотя, если честно, надо бы еще еды купить, на всякий случай. Потому что наверняка потом захочу есть. Идем в гастроном. Гастроном у нас вроде тут, да? Гастроном, да. Значит, берем в руки оружие и спускаемся туда. Что конкретно надо найти в гастрономе? Ящик с консервами в Припяти в гастрономе. Значит, должен быть некий ящик. Раз должен быть, значит ищем. Замечательная встреча, да, ребят? Я просто в шоке, если честно. Прикинь, я выхожу, и эти дурачки до меня прыгают. Обалдеть. Это еще не все, да? Да, там еще что вырло. И не одно. Ого, их там три. Ну ладно. Давайте, ребята, сигайте, прыгайте. А мне тут надо искать то, чего я что-то не могу найти, ребят, честное слово. Где этот контейнер? Ого, куда я залез? Может тут что? Да, это, конечно, весело, но я сейчас умру от радиации. Придется использовать. Вот он, ящик. Неужели я его нашел? Нашел я его тут. Вот тут есть гастроном, да? И там прямо написано гастроном. И тут есть тоже типа гастроном, да? Но тут не написано, что это гастроном. Пришлось мне прибегнуть к Силе Монолита, спросить у него. Ну, а, тут тоже есть гастроном. А, ну ясно, все, беру свои слова назад. Оказывается, тут тоже написано гастроном. Вот, ну для меня это сюрприз, что оказывается в Припяти есть два гастронома. Ну, я прям не знал. Вот один этот, один с проломанной крышей. Ну, как-то я на это внимания не обращался, скорее всего, да? Ладно, возвращаемся. Я уже не знаю, сколько я антирадов использовал в Припяти. С ума сойти. А, ну ещё и постоянно кушать хочет после антирада, ты представляешь? Вот так, придётся сейчас голод подавлять. Тратить колбасу, которую я у Фельдшера купил. Денег нет, надо будет сейчас ещё у него еды купить. Но, тем не менее, задание мы выполняем. Всё хорошо, всё здорово. Ящик нашли, медикаменты у Фельдшера взяли. Всё по красоте, ребят. А ещё моя мечта починить их за скелет. Было бы вообще шикарно. Ух ты, здрасте, до свидания. Здравствуйте, до свидания, спасибо за внимание. Вы что тут делаете, пацаны? Куча снорков. Очень большая, чёрт возьми, куча снорков, ребята. Что они тут делают? Что они тут делают, а? Вы что, с ума что ли, Саши, ребят? Зачем мне столько снорков? Понятно, у меня ещё и патрики кончились. Здорово, шикарно, всё очень хорошо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. А что они на меня так прыгают-то все, а? Что, по одному не можете, что ли? Что вы всей толпой-то на меня напали? Посмотри, как я. Я на месте стою, конечно. Я не могу двигаться, у меня не может перезарядить вал. А что это за бред-то? Почему они такой кучей на меня выпрыгнули? Только толпой могут. Так, ну ладно, я перебил их. Да, да, это, конечно, жесть. Напали они на меня. Явно хотели съесть. Своим ящиком с консервами, да? Ну уж нет, я вам его не отдам. Ну и таким образом я уже набрал 10 стоп. Я тогда думаю, мы вернёмся сейчас к фельдшеру. И обменяем эти стопы на что-то. Да? Ещё и 9 голов тушканов. Ещё 1 оба тушканчика. Но его тут больше нет, к сожалению. 15 стоп. С ума сойти. Всё же не добрал я 1 голову тушкана. Для тебя кое-что есть. 10 стоп снорка. Одна аптечка! Я же перезагрузился ради этого, да? Он мне дал 4 аптечки, получается. Просто почему-то тут пишется всегда 1 предмет, когда ты отдаёшь или получаешь. Вот, например, я отдал ему 2 ночные звезды. Но почему-то в списке, в диалоге высветилась только одна. Потерян предмет, ночная звезда. Хотя отнял он у меня 2. С аптечками то же самое. Смотрим, 2-2-4. 2-2-4? Ну всё. У меня кое-что есть. Давай. 2-2-8. То есть он 4 обычные аптечки мне дал. Эх, и конечно, обидно. Одной головы тушкана мне не хватило. Ну ладно. Здесь есть у него ещё какой-то прицел. Пожалуй, я ещё куплю колбасы. На последние деньги. Ну и тушёнка у нас всё ещё осталась. Которую мы должны бойцы удать. Однако же я не нашёл всё ещё КПК. У меня только один. Выносливость жуть как кончается. Ну, скорее всего, потому что уже более 90 килограмм. Ну да, что-то ящик 12, это 8. Суммарно уже 20. Плюс всякие лапы, руки. Обалдеть, 300 грамм весит башка тушкана. Да ты чё? Рука зомби весит меньше. Не может быть, чтобы голова тушкана весила больше, чем рука зомби. Или там, рука бюрера даже меньше весит. Извините, у меня щупальца кровососа. А башка 300 грамм. Чего? Что-то тут разработчик попутал явно. Мой хабар украли или нет? Мой хабар украли? Да нет, ну как? По-моему, что-то всё-таки украли. Всё это как-то развалилось, царе, валяется теперь. Но тут точно чего-то не хватает. Или хватает всего? Вот, я не пойму. Наверное, что всё это не унесу, блин, да? Ребята, сталкерская душа сейчас будет выть волком. Я не хочу тут что-то оставлять. Всё, уже на перегрузе. В общем, где может быть этот ящик? Ваше предположение. Хоть я и говорю, что я играл в этот мод, это правда. Но это было очень давно. Я был тогда малой, и многое я забыл. В том числе, где ящик? Конкретно его место, да? А вот и контейнер с медикаментами. Спрятал у него, конечно. Просто положил и... Да. Перенести ящик с консервами и ящик с медикаментами Соломону. Вот так вот. Двадцать, пять килограмм всего лишь ящик с медикаментами. Весит и на том спасибо. Теперь я, как черепашка, буду потихоньку идти в нужную мне сторону. Да. Смотрите, когда я убираю вал, такое чувство, что у меня третья рука вылезает откуда-то снизу. Смотрите. Он как бы вал убирает, а хопа, а рука вылезает. Прям как-то это выглядит супер странно. Ну ладно. Куда-то дьяк пропал, кстати. Его не там, нет, не тут. Неужели я дошел? Много же времени на это ушло. Мастер, вот лекарство. Дай-ка гляну. Так, так. Вроде все, что нужно. Как тебе доктор? Там доктора не было. Был его ученик-фельчер. Нормальный малый, жаль не из наших. Правда, он с меня потребовал артефакты. Говорит, что мы ему задолжали. Пришлось побегать. Понятно. А насчет этих лекарей. Не нравятся они мне. Ох, не нравятся. Мы бы их давно пристрелили, но болотный доктор... Короче, он единственный доктор в округе. Так что приходится терпеть. В прошлый раз, когда нам доктор лекарства приносил, моего курьера пристрелил. Говорил, что тот с ним грубо обращался. А я такого никому не прощаю. Всему свое время. Ладно, я все понял. Что-то он по рации говорит, но если честно, ничего не слышно. Мастер, я слышал, что наемники нашу базу в Припяти захватили. Да. Есть такое дело. Мы их с Припяти гоним-гоним, а они все прут и прут. Ну что, может пора и нам показать, кто хозяин Припяти? Я тоже так думаю. Послушай, солдат, Махон уже там со своими ребятами. Давай-ка и ты собирайся. Поговоришь с ним, он тебе все разъяснит. Но учти, Махон моя правая рука. С тебя лично спрошу, если он погибнет при штурме. А потом, когда вернешься, продолжишь с Мервином свою спецподготовку. Вот оно как. До встречи. Все ясно, понятно. Это мне обратно в Припять сейчас переть получается. Получается, что так, Махон тут. Ну давай мы предварительно все-таки выйдем. А, я кому-то должен пять консерв дать. Куда выйдем, вы скажете? На ЧС-2 и отдадим ящики. Тоже же по квесту. Просит у меня асвал за универсальную защиту. Да ты чего? Привет. И тебе привет. Вот, держи, нашел. Ровно пять банок. Брат, вот спасибо. А мне тебя отблагодарить нечем. Послушай, у меня тут рецепт трансмутации есть один. Запиши его себе на ПДА, пригодится. За рецепт спасибо. Удачи, брат, слава Монолиту. Вот оно как, значит. Ну давай посмотрим, что там за рецепт. Зикобраз. Минус 65 радиации. Ничего себе, правда, минус 20 в носливости. Морской ежи бросается в домали жарко. Трансмутация 3 часа. Ничего себе, очень даже нехило. Также мне ящика очень сильно не хватает, в который бы я мог класть свои всякие пушки и прочее. Патроны опять-таки ненужные. О, опять мне очень далеко кидает. Вот мне прям не нравится, что я выхожу с саркофага вот тут. Хотя лучше было бы, чтобы я выходил там. Сейчас мне-то еще туда пешком переться, да вы что, издеваетесь что ли? Ничего себе тут народу, кстати, развелось-то, посмотри. Ну, брат, радостную весть я принес. Что за весть? Был я в Припяти. Нашел я гастроном этот. Пусто там. Видимо, до меня уже кто-то побывал. Да не один раз, видимо. Но все же, поискав, нашел я один ящик с консервами. И начале ясно нашел таки место, где был припрятан контейнер с лекарствами. Не просто хочу тебе сказать, это было. Очень непросто. Консервы-то хорошо, в них радиация поменьше. Ну, давай сюда, что принес. Хочу отблагодарить тебя, выбирай. Оптика для натовских стволов, для российских стволов. Пистолет-пулемет, МП-5КН модифицированный под патрон 9-18. Ну, слушай, я, наверное, думаю, оптика для российских стволов. До встречи. Ага, я могу его уже поставить на свой асвал? Да, могу. И это очень здорово. Конечно, прицел очень такой себе. Опять-таки, что он шатается-то? Да, ушки. Ну, а что делать? Мне не нужен МП-5. А натовских стволов у меня нет. Все, получается, выполнено. И больше ничего? Это ради прицела было? Да, сейчас, получается, нам нужно идти непосредственно в Припять, к Махону. Штурмовать там что-то. Да, ушки. Я, в принципе, прибежал до нужного места. Тоже на это потратил довольно много времени. Но ничего, для вас-то все осталось за кадром. Итак, тут уже собрался довольно-таки большой отряд. Также мне надо, чтобы какой-то тут монолитовец выжил. Это ты, что ли? Торопись, времени в обрез. Ой, да что ты говоришь? Понятно. Наставник, вы уже на месте? Давно уже. Видишь, ребят со мной? Это лучший из лучших. Может, и ты когда-нибудь станешь одним из них. Так, мы штурмуем базу монолита. Бывшую базу, или, ну, будущую даже уже получается. Надеюсь, у нас все получится. И тут уже вижу дурачков. Пытаюсь их отстреливать. Где еще? А, вот еще. Это уже такой серьезный в экзоскелете собака. Ну, ты типок. Лутаю их уже с нескольких нашел ПДА. Буквально пару штук. И еще артефакты интересненькие разные с них падают. Это мне, конечно, тоже на руку. Ух ты, какой борзый. Я понял, ребята, вас много. Вы серьезные. Вы очень злые, к тому же. И вот тут исчез труп. Ты что, серьезно? Да нет, не исчез. Все пока более-менее. Экзоскелетиков куча. Тех куча. Этих куча. Все здорово. Натовские слои подбираю. Уже на перегрузе. Как буду играть, не знаю. А, я же еще играю с этими артефактами дурацкими. Которые у меня отнимают пулестойкость очень сильно. У меня и так ее нет, да? Грубо говоря. Опа, неньки. Тут еще трупачки вижу. Здравствуйте. Махон, надеюсь, все еще жив? Опа, за стеной. До свидания. Ребята, мне еще пару КПК, по-моему, надо, чтобы тут квест сдать. Ну, правда, что я получу взамен? Рецепт в лучшем случае. Да, все, один КПК остался. Очень не хватает проводников. Улучшенный комбинезон наемника. Ух ты. Но нет, спасибо. Не, серьезно, что я хожу со своим экзоскелетом, убитым в нулину, да? Махон, я надеюсь, жив. Блин, если он не жив, это будет... Ух ты. Ты посмотри на них. У меня такое чувство, что Махон мертв. Нет, он шевелится. Он подает признаки жизни. О, ремкомплект для брони, да что ты? И пять ПДА, наконец-то, нашел. Облегченный ЗИГ. Опа, аньки. А вот он уже новый, да и ЛРочка новая. Правда, я не могу двигаться. Сейчас мы найдем, что выкинуть, не переживай. Точность у этого ЗИГа будет получше намного. И вот тут бы мне и пригодилась, да? Натовская оптика. Да, ну ладно. Как есть, так есть. Еще ремкомплектики всякие. А, так это еще и наш монолитвис был. Опа, и еще ремкомплект для брони. Ты представляешь, как я сейчас починю свой экс? Смотри. Тихо, тихо, тихо. Снорки? Снорки напали до наших. Ребят, как ваши ничего? Нормально все? Кто-то где-то есть еще, но я не понимаю где. Махон жив, самое главное. Остальные, ладно. Да, жестко я перегружен. Ну и давай попробуем два ремкомплекта для брони применить. Смотрим. Сейчас он цел буквально, но я не знаю, тут процентов 7, наверное, 8. Раз. Ого, а что это со мной сразу стало? Я устал типа? Ну, конечно, тут процентов 40 и 2. Опа. Ничего себе, вот это уже нормально. Мне бы буквально еще один ремкомплект, и было бы вообще все шикарно. Придется опять энергетик. Правда, что-то я не вижу, чтобы он меня особо бустил хорошо. У нас убитые там уже есть. Но это понятно, у нас много убитых. Да что же я потерялся в четырех стенах? Куда мне пройти-то? Поварить с махоном. Отлично, выполнено, да? Значит, да. Не очень я понимаю, как работают энергетики. То есть, получается, он просто временно дает прирост выносливости. Ускоренный прирост выносливости или как? Ладно, неважно. Еще два голубка. И еще ремкомплект для брони. Это просто идеально. Получается, я сейчас его применю. И у меня полностью починенная броня. Вот оно как, а? Полистойка 60%. Просто идеально, ребят. Ладно, махон либо снизу, либо сверху, не пойму. Махон, наверное, все же снизу. Не, ну такой штурм удачный, я думаю. Есть броня, есть какой-то даже он. Зиг облегченный я нашел. Который упроверждение хуже, чем у вала. Да и точность похуже. Зато выше скорострельность и надежность. Против мутантов, я думаю, будет самое оно. Зарядил. Опа. А что он облегченный? Он типа мало весит? Ну, всего лишь два килограмма. Вал потяжелее. Так, ну здравствуйте. Тут есть какие-то подарки, секреты. Может, трупы. Зато тут есть ящик. Я правда не знаю, можно ли в него прятать. Скорее всего, нет. А покупать личный ящик? Да это ужас, блин. Никто мне его не продает. Наставник звали? Погоди, дай отдышаться. Махон, я не тороплю. Всем не сладко пришлось. Это еще не все. Надо еще центральную площадь зачистить. Бери, ребята, иди в сторону памятника Ленину. Выполняю. Да ты что, серьезно что ли, дед? И продать тебе ничего нельзя, потому что у тебя нет денег, да? Вносливцы, еще и минус радиация чуть-чуть. Будет пассивно выводиться. Ну, конечно, 36 это мало, да? Наверное, да. Значит, памятник Ленину. Площадь Ленину зачистить. Это получается она у нас тут, что ли? Или тут? Или там? Вот тут она все-таки, да. Пошли. Конечно, минус в том, что темновато. Да, ничего не видно. Еще и кушать захотелось чуть-чуть. О, какой. И у этого ремкомплект был, оказывается. Тут снизу валяется. Но ремкомплект я себе, конечно, оставлю для экзоскелета. Я теперь этот экзоскелет очень люблю. Или как? Ночью это, конечно, ужас. Да, далековато, короче. Надо ближе подойти. Наш уже стреляет. Конечно, у них фонарики, говорят, это плюс. А, ну. Нам их проще обнаружить таким образом. Так, ну и что? Где кто еще? То есть еще какой-то наемник где-то. Я его вообще не вижу, если честно. Там наш. А по кому он стреляет-то? В эту сторону куда-то. Братишка, я тут никого не вижу. Вообще. А, вот, все фиксирую. Смотри, какой тварь спрятался, а? Ага, поговорить с мохоном. Вот, наконец-то. Да, ушки. Еще экзоскелет наемников, но мы уже поняли, что он не лучше ни в коем случае. Я уже и на перегрузе. Придется что-то выкидывать, от чего-то избавляться. Да мне бы нормально у торговца, я опять-таки выскажу свою претензию. Я не могу его найти. Мервин, по-моему, со мной торговал. У него вроде как бесконечно было денег. У всех остальных либо деньги конечные, либо они там оружие не покупают. Либо что-то в этом духе. Вот такие его дела. Ладно, идем к Махону, говорим. А потом, может быть, вернемся обратно на ЧАЭС сдать 10 КПК. Продолжение следует...